Визит хоккейных звезд в Барнаул, организованный при поддержке Министерства спорта и правительства Алтайского края, начался с мастер-классов для юных хоккеистов. Мы смогли им рассказать и показать, что Барнаул не зря столица мира. Они видели много мировых столиц, блистали, побеждали, прославляли советские спорты, советский хоккей и российский спорт, российский хоккей. Я думаю, это люди, на примере которых выросли целые поколения. Я уже предложил свою помощь в организации тренировочных процессов, потому что у меня есть академия в Подмосковье, где мы уже 6 лет. Наработали методики, основанные на советской школе, взяли практики Северной Америки и Скандинавии. У нас сейчас, я считаю, лучшая программа подготовки детей, поэтому готовы поделиться всеми нашими уже знаниями, чтобы не было пробуксовки, чтобы сразу можно было выходить на определенный уровень подготовки. Спортсмены дали мастер-класс на одномоментно на разных площадках края. В Бийске это лед арены прогресс, в поселке Новый Зорис, Киев арена, в Барнауле Карандин арена. Юным хоккеистам из команд школы Алексея Черепанова, Алтай и Динамо удалось поучиться мастерству у настоящих олимпийских чемпионов по игре с шайбой. Всегда мастер-класс проходит с большим интенсуазмом, с большим, как говорится, волнением у ребят, но потом они немножко понимают, что это все-таки необычная тренировка и уже где-то раскрепощаются и идет хороший-хороший диалог, как говорится. Глобально за такое время, как говорится, объять необъятное невозможно. Просто дается такой психологический посыл, как надо работать, как надо, в принципе, исполнять те или иные упражнения, те или иные движения. Тренировка, задача которой воодушевить детей на занятиях хоккеем, длилась чуть больше 40 минут. Вратарям показывали нюансы их игры, как лучше стоять, двигаться, принимать и ловить шайбу, а полевым игрокам, как выстраивать защиту и в какой момент бросать поворотом. Основная идея мастер-классов – замотивировать ребят продолжать заниматься хоккеем. Просто так в жизни ничего не делается. Нужно работать над собой, работать вместе в коллективе и достигать успеха нужно как раз за счет своего характера. После таких вот эмоциональных тренировок ребенок понимает, что, а почему я не могу тоже выиграть какой-то кубок, да, почему тот человек, который мне показывал упражнения, выиграл, а я тоже хочу. И я тогда так же буду делать, как он показывал. Я так же буду работать, как он говорит. И я считаю, вот это самая-самая главная мотивация для ребят. Спортсмен подчеркнул, что для спортивного роста у ребят есть вся необходима инфраструктура и профессиональная команда, которая поможет им повышать свое мастерство. После урока от легенд «Фотосессия со звездами» дети и даже взрослые с горящими глазами брали у них автографы. Радости не было предела. Ведь далеко не каждый день можно увидеть и даже пообщаться с теми, кто годами привлекал внимание своими победами на льду с настоящими легендами хоккея. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова